Это даже хорошо, что в мусорном вопросе Владимирской области пока всё по-старому. Как было сказано сегодня на Совете, если бы мусорную реформу не отложили на год, то за вывоз ТБО люди платили бы больше. Если мы сейчас платим в среднем с 30-метровой квартиры где-то приблизительно 100-105 рублей, то здесь мы бы заплатили 118 рублей, соответственно. А там, где 5 человек зарегистрированы, мы бы заплатили уже, соответственно, порядка 600 рублей. То есть разница, вы видите, какая. Нормативы накопления мусора во Владимирской области выше, чем в соседних регионах. Причём сейчас они рассчитаны таким образом, что в карман простых жителей залезли глубже, чем в карман бизнесменов. Владельцам магазинов, например, вывоз ТБО привязали к торговой площади, а не к общей. Нормативы накопления мусора нужно пересматривать в вывод общественного совета при губернаторе. Из других задач на 2019-й ужесточить законодательство по поводу капремонта. А то собственники домов меняют окна в подъездах на стеклопакеты и проводят эти работы как капитальный ремонт. Этим грешат те дома, где собирают деньги не в общий котёл, а на спецсчёт. Эксперты считают, что это не целевое расходование средств, но законодательно доказать это пока не могут. Нами такие материалы собираются, да, направляются в правоохранительные органы, но, к сожалению, пока ни одного материала, ну, скажем так, не заинтересовало эту полицию. Почему? Потому что, ну, опять же, повторюсь, наверное, понятия не целевого расходования таких денежных средств нет. Кстати, в связи с увеличением НДС на 2% все сметы по капремонту домов будут пересмотрены в сторону увеличения. Иначе подрядчикам просто невыгодно работать. И в связи с этим пока не ясно, то ли домов теперь будут ремонтировать меньше, то ли тариф в 6,50. Надо пересматривать. Платежи за воду во Владимире Горводоканал сам теперь будет их собирать. И это вызвало гнев губернатора и председателя совета по ЖКХ, потому что федеральный тренд как раз наоборот – переходить на единую платёжку. Государство в целом, президент говорит, правительство оно говорит, оно что оно говорит, что должно быть концентрация всего, концентрация в руках государства, а не отдельно, кстати, взятых муниципалитетов. Хочу это подчеркнуть отдельно. Это говорит президент. Если мы, знаете, там каждая структура будет свою платёжку делать, до чего мы докатимся? Сейчас будет происходить синхронизация передачи данных, и в процессе передачи есть возможность, потому что это разные совершенно программы, произойдёт сбой. И, соответственно, часть данных не будет передана, и необходимым образом не отразится в программах МУП Владимира Водоканала. То есть, поэтому, если вы увидите, что вам начислили больше, там указано другое количество зарегистрированных лиц, другой собственник указан в лицевом счёте. В первую очередь, обратитесь непосредственно МУП Владимира Водоканала, он сделает в электронном виде запрос в ООО «ЕРИЦ». И, конечно, бытовой газ – актуальная тема. Взрывов во Владимире никто не хочет, но некоторые жильцы так и не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. С этим будут бороться. Основная задача, которую мы всё-таки ставим перед нами, перед органами местного самоуправления и перед газовоспределительными организациями – это принятие, исчерпывающее меры к недопущению использования природного газа для обеспечения коммунальных бытовых нужд в отсутствии, как я уже ранее говорил, стопроцентного охвата договорами технического обслуживания. Срок мы здесь устанавливаем до 1 марта 2019 года. К самим газовикам тоже много вопросов. В частности, по котельной высотке на проспекте Ленина 5А. Разбирающиеся в вопросе люди говорят, что она построена с нарушениями, но принята в эксплуатацию. Почему – спросить не у кого. Представители «Газпрома» на заседание не явились. Вопросы, как они работают, чтобы граждане спали спокойно, тоже остались без ответа. Я не вижу здесь представителей газовой службы. Где у нас «Облгаз»? Я не понял. Я вообще не понимаю, почему здесь нет. Потому что возникают вопросы, и они возникают не к администрации области. Предыдущий губернатор на таких советах появлялась нечасто. Присылала своего зама по ЖКХ Смолину. Владимир Сипягин сказал, что подобные советы должны стать продуктивнее. Проводят их не для бумажных отчетов. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал.